история это дисциплина которая изобилует интересными фактами и традициями народов они манят своим разнообразием древностью и занимательностью и чем дальше от нас во времени такие факты тем они привлекательнее для пытливого человеческого ума тема смерти привлекала многие народы и вот какая замысловатая традиция связанная со смертью есть у народов проповедующих зороастризм ребят я хочу вам рассказать про одну интересную не совсем типичную традицию это покрепальный ритуал зароастрийцев дело в том что он представляет для нас непосредственно интерес так как кавказской албании куда входила территория современного дагестана он тоже практиковался для того чтобы глубже разобраться в чем все таки здесь проблема интерес надо для начала рассмотреть откуда еще появилась эта религия как они видели проблему смерти и что с этим решили сделать зароастризм это одна из самых древнейших религий которая возникла по некоторым данным восьмом веке до нашей эры наши дни общины зароастрийцев сохраняясь на территории ирана афганистана и пакистана и насчитывает около ста тысяч человек иногда зароастризм называют монотистической религией но это будет не совсем верно так как кроме главного верховного бога это хура мазды там присутствуют и другие божества которые помогают ему в исполнении каких-то функций которые предполагаются за божеством смерть глаза зароастрийцы выглядят как явление злобное дело в том что мир у них воспринимается в черно-белых тонах практически в дуализме либо есть добро либо зло нужно стремиться к тому чтобы завершить как можно больше добра за всю свою жизнь таким образом все добро приписывается ахура мазды а все зло принадлежит другому божеству это божество которое мы называем анхрама нее сметь ставить зароастрийцы сложных ситуаций считается что смерть это дело рук злого божества анхрама нью и когда дух исходит из тела человека в него вселяется другой злой дух и те же самые мухи которые обитают вокруг телом читаются его проводниками но в то же время понятно что смерть это неизбежная часть человеческого процесса любого человека и зароастрийцы не могут ее никак избежать проблема усугубляется тем что зароастрийцы считают что осквернить можно не только человека но элементы природы то может быть воздух это может быть вода земля и так далее и нужно было решить действительно как не соприкасаясь с усопшим все-таки его похоронить для этого было решено возвести башни и кладбище их называют по-другому дахма на самом деле это может быть любая платформа или площадка зачастую это были нища в скалах в дахмака располагали сам труп их должен был съесть и избавить от мяса либо шакал либо гриф стервятник такая птица и затем эти кости оставшиеся после усопшего должны были упасть в эту башню или же какое-то отверстие для того чтобы следующий труп можно было возложить на это же самое место и очень важная часть этого ритуала чтобы никто не подходил к трупу за 30 шагов если же это нарушалось то проходилось проводить очень муторные длинные обряды очищения кстати мы подобные можем наблюдать и в других религиях даже монотеизме это осталось остается конечно закономерный вопрос а кто и как тогда хоронил если нельзя было приближаться к усопшим для этого есть отдельный пласт людей обратите внимание это не профессии не сословие их называли носу салара главная обязанность этих людей провести ритуальную сторону обмыть тело усопшего и соответственно разместить его в этой дахме если необходимо было не приводили порядок саму башню тоже к этим людям относились ритуальным презрением в индии их даже сопоставляют с кастой неприкасаемых так как они имеют дело со скверными недавно произошел довольно смешной для исследователей но не для зороастрийцев случай дело в том что в индии проживает парса который все еще исповедует зороастризм и в какой-то момент в этой части провинции пропадают все трупоедящие птицы грифы это оказалось не случайным явлением дело в том что парс использует препарат израильского происхождения диклофенак который имеет свойство скапливаться в печени и после того как они умерли их разместили в дахме грифы поедали их печень выклевывали ее и через некоторое время птицы умирали так как парс живут долго и употребляют диклофенак на продолжительной основе то птицы которые склевывали их печень умирали от почечной недостаточности таким образом популяция стервятника уменьшилась от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен эта традиция протянулась через века и сохранилась у зороастрийцев по сей день в странах далеких от нас поскольку в нашей стране все-таки преобладают традиционные религии